Эта двухлетняя малышка никогда не просила есть, потому жизнь всей ее семьи подчиняется строгому расписанию. Но и с ним обычный процесс кормления требует невероятного терпения и усердия. Основная наша проблема была это неизвращение верхнего нёба. В простонародье называется волчья пасть. Ребенок не мог сосать, просто не мог сосать в принципе вообще. Мы поехали в Москву, в центр генетики на Москворечья, и доктор нам поставил диагноз частичная трисомия 16-й хромосомы. Это, как вы знаете, не лечится, с этим люди живут. Эта хромосома много на себя собирает всевозможных болезней. Друг для друга они поддержка и опора. И хотя Люба и Миша сами еще дети, они во всем помогают родителям. Поддерживать в доме чистоту, готовить и, конечно, ухаживать за сестренкой. А делать неуверенные шаги для Нади проще с поддержкой брата. Она любит с внутренней свой планшет. Если его включить, она никуда не пойдет. Если она радостная, она радостная по-любому. Она будет улыбаться и смеяться. А если ей что-то не нравится, сразу кричать. Отец семьи постоянно на работе, стараясь обеспечить родных всем необходимым. Дорогостоящее оборудование для Нади – ортопедическая обувь. А теперь и вовсе врачи обещают ей возможность ходить самостоятельно, если малышка пройдет специальный курс. Наде требуются курсы реабилитации, которые стоят очень дорого. Вот сейчас мы собираемся ехать в Москву, в центр, вместе с мамой. И реабилитация стоит там 164 400 рублей. Это без питания. Только проживание и занятия. Пенсия, которую она получает, и мои деньги по уходу за ребенком инвалидом, что в прошлом месяце, что в позапрошлом, что сейчас в июле, они потрачены на выездные реабилитации, которые проходят у нас в городе. Они не обивали пороги чиновников с просьбами о помощи, но Лысовы верят в поддержку неравнодушных. Все, кто хочет помочь маленькой надежде, могут перевести деньги на карту Сбербанка с пометкой «Для Нади». Все необходимые реквизиты вы сейчас видите на своих экранах. Кроме того, вы можете воспользоваться сервисами Яндекс.Кошелек или Яндекс.Карта. Алена Касаткина, Андрей Борискин, Телеканал Первый областной.